6-й том книги «Открытым оком», вопрос номер 1540, тема «Проповедь благовестия». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 47 стих. «Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Что говорит Библия о количестве тех, кто может слушать слова Божии? Есть ли какие-то критерии определения таковых, и можно ли без предварительного выяснения проповедовать, дабы не слушаться повеления Господа? Евангелие от Матфея, 7 глава, 6 стих. «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Всегда было больше тех, кто не желал слушать. Этот процент иногда был 3 к 1, иногда 5 к 0». Евангелие от Марка, 4 глава, 20 стих. «А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат». Евангелие от Луки, 14 глава, 18 и 24 стих. «И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». «Это примерно, как и остаток времени, сходно с огнем и дождем». Третья ездра, 4 глава, 48 по 50 стих. «И я стал и увидел. Вот горящая печь проходит передо мною. И когда пламя прошло, я увидел, остался дым. После сего прошло предо мною облако, наполненное водою, и пролился из него сильный дождь. Но как скоро стремительность дождя остановилась, остались капли. Тогда он сказал мне, «Размышляй себе, как дождь более капель, а огонь больше дыма, так мера прошедшего превысила, а остались капли и дым». Послание к римлянам, 10 глава, 16 стих. «Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас?» К слушателям, не желающим слышать Слово Божие, нужно относить и слова, которые даются, как инструкция по отношению еретиков». Послание к титу, 3 глава, 10-11 стих. «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковое развратился и грешит, будучи самоосужден». Иногда достаточно одного раза. Послание Деяния апостолов, 18 глава, 6 стих. «Но как они противились и злословили, то он, отрязший одежды свои, сказал к ним, «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам».